Участники вокальных хореографических коллективов, руководители творческих мастерских, взволнованные родители, все в ожидании результатов. За несколько дней фестиваля ребята показали себя во всей красе, пели, танцевали, актерствовали. Перед жюри стоял сложный выбор – отметить лучших из лучших. Очень приятно замечать то, что каждый раз, на каждом конкурсе, особенно дети, все смелее, быстрее и быстрее осваивают эту, если хотите, трудно назвать профессией, но этот образ жизни, который называется «Сцена». Ежегодный фестиваль-конкурс «Море вдохновения и театр» включает несколько номинаций. Театр, художественное слово, хореография, инструментальный жанр и вокальное исполнительство, академический народный вокал. Одной из лучших в исполнении народных песен стала Дарья Голованова. Получила диплом лауреата первой степени и кубок. В Анапу приехали более 200 человек – самостоятельных коллективов и отдельных исполнителей из разных областей России, а также гости из Республики Беларусь. Участникам вручили дипломы, сувениры и денежные премии. Надо хорошо спеть, улыбаться и не стесняться. Мне кажется, чтобы это приносило тебе удовольствие. И мне это нравится. Улыбаться и петь. В Анапу приехали и опытные артисты, за плечами которых не один конкурс и новички. Интересно всем. В этом уникальность конкурса. Шанс победить есть даже у самых юных дебютантов. В этом конкурсе для малышей выиграть нужно. Это самое главное. На фестивале проходит обмен опытом и достижениями между творческими коллективами из разных городов и стран. Маргарита Черникова лауреат в фестивале. Участвует восьмой раз. Знает, что может помешать на пути к победе и что обязательно высоко оценят строгие судьи. Наверное, просто волнение на сцене. И, может быть, надо двигаться. Это влияет очень на цену. Участники не выходят из образа ни на минуту, создавая в зале атмосферу праздника. Победители фестиваля знают, этот конкурс – очередная взятая высота на пути к большой карьере на большой сцене. Продолжение следует...